Добрый вечер, в эфире новости ТВК в студии Полины Михальчук и прямо сейчас расскажем о главных событиях этого дня. Идет такая ситуация тотального молчания, просто тотального молчания. Новая неделя, новая волна лжиминирований в Красноярске. Сегодня всем школам вновь пришлось отменить занятия. Кто терроризирует город на этот раз, о разных версиях расскажет Сергей Григорьев. В случае, если у пациента средне-тяжелое заболевание, либо тяжелый коморбитный фон, то все остается у нас по-старому. Там будет посещение очная врача. Для контактных с коронавирусными больными отменили карантин. Для зараженных инфекцией тоже смягчили ограничения. Тем временем, омикрон продолжает свирепствовать. Ситуация с коронавирусом в регионе и стране меньше, чем через 10 минут. Очередная волна лжиминирований прокатилась по Красноярску. Сегодня утром эвакуировали более десятка школ и несколько торговых центров. Из-за очередной анонимной рассылки пришлось отправить домой всех учеников первой смены. Родители вновь вынуждены были вернуться с работы и забрать детей домой. Многие задаются вопросом, если предполагаемых виновников задержали, как говорили ранее, то кто теперь терроризирует город? Версий много, в них разбирался мой коллега Сергей Григорьев. Он сейчас в студии. Сергей, что говорят официальные органы? Да, Полин, силовые ведомства пока не торопятся как-то подробно комментировать ситуацию, занимаются расследованием. Из того, что уже известно, есть пара задержанных, это красноярские школьники. Но, несмотря на то, что они находятся в СИЗО, кто-то сегодня утром вновь сделал рассылку по учреждениям городским о минировании. Без 10.8 появились первые сообщения об эвакуации. Это были более десятка школ и несколько торговых центров «Июнь», «Планета» и «Текана Свободным». Кто-то из родителей еще даже не успел выйти из дома, считай, повезло. Другим же пришлось возвращаться в школу и забирать детей. После этого по всем образовательным учреждениям вышел приказ сначала отменить занятия с первой смены, а затем в некоторых школах и на весь день. С самим фактом эвакуации родители уже будто смирились. На пятый или шестой многие сбились уже со счета. Раз, можно привыкнуть. Да и педсостав уже схему отработал. Но вот с тем фактом, что такое, скорее всего, будет продолжаться и дальше, смириться все еще не могут. И родители пытаются как-то объяснить самим себе, что же происходит. Издевательство, то, что нам показали, что там закрыли, арестовали, как правильно сказать, школьников. То есть это было, мне кажется, на мой счет, это было показательное выступление, чтобы все-таки мы все успокоились родителей. А еще существует такая версия, не только у меня, как бы я с многими там общалась, что им нужен пик подъема заболеваемости детей. Ведь в первую самую эвакуацию, когда там был мороз, сколько, 25, детей же ведь выводили вообще абсолютно раздетыми. И очень много детей позаболели. Ну, в нашем веке, в наше время, как бы найти, кто это делает, ну, я считаю, что как-то, я не знаю, не складывается пазл, так скажем. Многие родители признаются, что в теории заговоры слабо верятся, да и не очень хочется в них верить. Ну, а что еще им остается, когда официальной информации попросту нет? Идет такая ситуация тотального молчания. Просто тотального молчания. Почему не говорится кто, что, то есть какие-то безумные уже какие-то идеи выдвигаются и так далее. То есть, ну, на пустом месте, да, на ровном. В вакуума не может быть. То есть, какие-то мысли, всегда что-то возникает. Почему людей не успокаивает? Почему наше краевое, там, городское руководство? Почему? То есть, не выходит и не объясняет людям, что делается. Напомним, ложные минирования начались 24 декабря прошлого года. Затем повторялись пять раз в январе, почти день за днем. Наконец, МВД тогда сообщило о задержании двух школьников, которых подозревают в рассылке. В их отношении завели уголовное дело, заключили под стражу. Но эвакуации повторяются. 3 февраля на прошлой неделе и в четверг, 7 февраля, то есть сегодня. Кто делал рассылку в этот раз, через одного спрашивают в сети. Существует версия, которую даже озвучивал глава краевого МВД. Якобы школьники действовали не одни, а обсуждали все в некоторых интернет-мессенджерах. Речь может идти о так называемом сватинге. Это явление, когда человек или группа людей терроризирует звезд Голливуда, к примеру, шантажирует бизнесменов, заявляя о терактах в местах, где жертва этого преследования как раз находится. Возможно, это зарубежное явление докатилось и до России. В интернете есть несколько сообществ на эту тему, но большая часть из них, что говорится, мертвая. Полиция Свердловской области, где есть такая же проблема, тоже заявила накануне о поимке 15-летнего сваттера. Ему, как и красноярским школьникам, грозит наказание по части 3 207 статьи Уголовного кодекса. Специалисты, которые расследуют киберпреступления, утверждают, что школьники действительно могут скрыть многие свои следы в сети, если захотят. А потому проблема вовсе не в этом, а в том, чтобы детям в принципе не нужно было это делать. Речь идет о профилактике в школах, которой, по словам судебного эксперта Игоря Грязнова, либо мало, либо совсем нет. До детей не доводится та информация, какая им ответственность уголовная грозит за данные преступления. И не доводится информация, какие вообще на сегодняшний день имеются информационные технологии для выявления каких-либо цифровых улик. И у детей такое понимание, мировоззрение, что они в виртуальном мире могут делать то, что хотят. Ну, я еще раз повторюсь, на самом деле там очень много остается виртуальных следов. И рано или поздно все преступники будут пойманы и задержаны. Вот и выходит, что все проблемы сводятся к отсутствию информации. У родителей ее нет, и поэтому они строят свои догадки, и причем отнюдь не в пользу правоохранителей или власти. У детей нет, по всей видимости, информации о том, что закон действует и теперь есть в интернете. И, скорее всего, будет его только больше и больше. На этом у меня все. Полина. Сергей, спасибо. Я напомню, это был мой коллега Сергей Григорьев о новой волне сообщений о ложном минировании, а также о разных версиях, почему это продолжается. А если вы пропустили этот материал или хотите поделиться им с друзьями в социальных сетях, заходите на YouTube-канал ТВК, подписывайтесь и следите за нашими новостями, ведь ТВК – это не только ТВ. В Красноярске завершено расследование нового уголовного дела против Анатолия Быкова. Ему вменяют подстрекательство к убийствам двоих человек по найму. Следствие уверено, что в 2004 году Быков заказал киллеру расстрелять бизнесменов Андрея Неколова и Андрея Гробовского. Причина расправы – личная неприязнь Быкова, так считает Следственный комитет. Киллер сначала попытался расстрелять Гробовского из автомата Калашникова, но пули прошли мимо. А вот второго бизнесмена Андрея Неколова ему застрелить удалось. Сыщики считают, что Быков обещал передать киллеру за убийство 50 тысяч долларов, но передал только 10 тысяч, поскольку остался недоволен его работой. Сам бывший краевой депутат свою вину отрицает. Он уверен, что дела эти политические, главное их цель – убрать Быкова как сильного конкурента на выборах. Напомню, ранее его уже признали виновным в организации двойного убийства Наумова и Войтенко, но приговор в законную силу не вступил. Адвокаты продолжают обжаловать его в вышестоящих судах. В России смягчили ограничения для больных коронавирусом и контактировавших с ними. Тем, кто был в контакте с зараженными, теперь не будут отправлять на карантин, а тем, кто лечился от коронавируса больше недели, не придется сдавать ПЦР-тест при выписке с больничного. Выписывать переболевших без лабораторного обследования будут, если время лечения составило 7 и более дней. Если пациент болел меньше недели, то выписывать его могут только после отрицательного теста, проведенного не ранее, чем через 3 дня после получения положительного результата. Соответствующие изменения с 6 февраля внес Роспотребнадзор. Однако тем, кто заболел коронавирусом до 6 февраля, все так же нужно провести на карантине. Две недели для выписки с больничного сдать тест на коронавирус. Кроме того, открыть больничный, если заболевание протекает бессимптомно, в легкой или средней форме тяжести в Минздраве теперь рекомендуют дистанционно. Сделать это можно через контакт в центр поликлиники. В случае, если у пациента средне-тяжелое заболевание, либо тяжелый коморбитный фон, то все остается у нас по-старому. Там будет посещение очная врача, там будет забор биоматериала на ковид, и по показаниям ему предложен госпитализацию. Больничный лист возможен и дистанционный, и на срок более чем 7 дней. Но это в случае, если у пациента будет какое-то ухудшение состояния. В таком случае вам будет оставлена памятка, вы уже и сами будете понимать, в каких случаях нужно обращаться к врачу. Как отмечают в Минздраве, обязательному осмотру врачом на дому подлежат дети до 6 лет. Дети в возрасте от 6 до 17 лет, как и взрослые, могут наблюдаться дистанционно. Главный санитарный врач Край Дмитрий Горяев ранее объяснил, как новые правила будут работать для школ и детских садов. Так, дети, которые находились на изоляции как контактные, 7 февраля могут приступать к очным занятиям. Переводить классы на дистант будут только при 20 и более процентах заболевших ОРВИ, гриппом или коронавирусом, а не как было раньше, при одном случае. Со временем омикрон практически полностью вытеснил штамм дельтам. Сейчас среди всех заразившихся коронавирусом в Красноярском крае 75% болеют именно омикроном. Об этом сообщил главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев. Также он подчеркнул, что за последние 7 дней положительный ПЦР-тест получили в 3 раза больше жителей края, чем недели ранее. Тем временем количество заболевших за сутки в Красноярском крае продолжает расти. За последние 24 часа ковидом заразились 4639 человек, из них 2580 в Красноярске. Выписались из больниц 1369 пациентов, не справились с болезнью 13 жителей края. Однако в целом по России заболеваемость впервые за последние 2 недели не побила антирекорд. За минувшие сутки ковидом заразились почти 172 тысяч россиян. Это на 8 тысяч меньше, чем днем ранее. Выздоровели 555,5 тысяч человек, 609 пациентов скончались. В Красноярске открылся первый круглосуточный пункт ПЦР-тестирования. Он находится на первом этаже центрального железнодорожного вокзала в кассовом зале. Теперь каждый желающий может в любое время сдать тест на коронавирус без предварительной записи. При себе достаточно иметь только паспорт. Врачи предлагают три варианта проверки на COVID-19. Экспресс-тесты с готовностью результатов через полтора или три часа, а также стандартный тест, результаты которого приходят в течение суток. Информацию об итогах анализов отправляют на портал госуслуги или на электронную почту. По словам врачей, такая возможность прежде всего будет удобна пассажирам железной дороги. Этот сервис, он прежде всего рассчитан на путешествующих людей, на людей, которые отправляются из города в город, из страны в страны, ездят в командировку. На железнодорожном вокзале у нас положен недалеко от кассового зала. Большая проходимость и большой пассажиропоток. Хорошая локация позволяет путешественнику быстро найти подобную точку. И если нужно решить проблемы житейские по обеспечению наличия теста, заключения, электронного варианта, пожалуйста, это есть такая возможность. Красноярский край стал лидером России по случаям экстремального загрязнения воздуха. Исследование провела консалтинговая сеть «Финэкспертиза». По его результатам, наш регион с большим отрывом встал на первую строчку печального рейтинга. За минувший 2021 год в Красноярском крае 220 раз фиксировали превышение допустимых концентраций опасных веществ. Причем нормы превышались в 20-40 и даже в 50 раз. Такие загрязнения фиксировали в Красноярске, Минусинске, Лесосибирске, Каннске и Норильске. В «Финэкспертизе» озвучили и сами вещества, которыми загрязнен воздух. Это сероводород, бензопирен, диоксид серы и другие взвешенные частицы. Напомним, в конце января, в начале февраля этого года в Красноярске больше недели действовал режим так называемого «черного неба». Его сняли 4 февраля. В Минусинске же режим НМУ действовал до сегодняшнего дня, однако его продлили еще на сутки. Красноярцев ждет холодная рабочая неделя, а столбики термометров опустятся до 31 градуса ниже нуля. Самым теплым днем станет понедельник, после температура начнет снижаться. Какой из дней станет самым холодным на этой неделе и ждать ли потепление, расскажет Светлана Чернушевич. Вторая неделя февраля подготовила для красноярцев сразу несколько погодных сюрпризов. В ближайшие 7 дней нас ждет холодная, но солнечная погода, а также порывистый ветер и снег. Самым теплым днем на этой неделе станет понедельник, но самое приятное для горожан даже не это, а возможность любоваться чистым голубым небом. Сегодня днем столбики термометров в Красноярске показывали минус 5 градусов, но порывы ветра достигали 11 метров в секунду. Ночью столбики термометров опустятся до 17 градусов ниже нуля. 8 февраля во вторник гидрометцентр прогнозирует днем 12 градусов ниже нуля и небольшой снег. Вновь будет ветрено. Согласно данным портала Гесметио, порывы ветра достигнут 7 метров в секунду. Ночью будет минус 25 градусов. В среду 9 февраля столбики термометров опустятся до 19 градусов ниже нуля. Будет облачно. Ночь со среды на четверг станет самой холодной. На этой неделе столбики термометров застынут на отметке в минус 31 градус. 10 февраля четверг станет самым холодным днем на этой неделе. Нас ждет минус 20 градусов днем и минус 27 ночью. В ночное время также возможен снег. Температура с этого дня начнет постепенно повышаться. Кроме того, в четверг и все последующие дни будет солнечно. В пятницу 11 февраля температура повысится до минус 16. Ночью синоптики прогнозируют 26 градусов ниже нуля. Осадков не ожидается. На выходных красноярцев ждет холодная, но солнечная погода. Как сообщает Гесметио, с порывами ветра до 4-6 метров в секунду. В субботу 12 февраля днем 17 градусов ниже нуля. Ночью минус 23. В воскресенье потеплеет до минус 14 градусов. Осадков синоптики гидрометцентра не прогнозируют. Помимо перепадов температур ждут красноярцев на этой неделе и геомагнитные потрясения. Всплески магнитной активности ожидаются в четверг, пятницу и воскресенье. По оценкам специалистов физического института Академии наук, магнитные бури будут слабыми. Для большинства людей такие геомагнитные возмущения проходят почти незаметно. Однако вкупе с температурными качелями такие изменения могут негативно сказаться на состоянии метеозависимых. Специалисты рекомендуют в дни повышенной магнитной активности чутко прислушиваться к организму, высыпаться, не переедать и избегать повышенных чрезмерных физических нагрузок. Светлана Чернушевич, Сергей Кашин, новости ТВК. Прямо сейчас мы прервемся на короткий анонс рекламы. Я напомню, что у нас есть аккаунт в инстаграм ТВК Ньюс. Подписывайтесь и там, ведь ТВК это не только ТВ. Жители Октябрьского района и пригорода Красноярска останутся без холодной воды. График отключений после рекламы. В России могут сделать похороны госуслугой. Для этого придется полностью заменить действующий уже 26 лет закон. Вачинский пес прокусил голову новорожденному малышу. Напал на ребенка домашний пекинез. О происшествии сообщил Ачинский телеканал ОСА. А хозяин животного рассказал журналистам, что пес напал неожиданно, когда мама ребенка ненадолго отошла. Невестка положила ребенка на диван. Ну, покормила, все положила на диван. Сама вышла в туалет. Ну, буквально у меня в хате туалет, все что-то. И все, собака заскочила. Или он что-то, или что. И, короче, схватила немножко шкурку на голове. И все. А собака вообще эту агрессию проверяла? Никогда не было. С роду никогда ничего не было. А тут что, может, новая или ревность, или что, я не знаю. А это пекинез. Три года, ну, третий год собаке. Я не знаю, что к чему. Младенца госпитализировали в больницу с травмой головы. В полицию уточнили, что семью проверили инспекторы по делам несовершеннолетних. Она оказалась благополучной. Ранее в поле зрения правоохранителей не попадала. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожают. Однако семья будет находиться на контроле подразделения по делам несовершеннолетних. Ведомстве добавили, что собаку хозяевам пришлось усыпить. Кассиру Ачинского Альфа-банка Анне Григорьевой продлили срок содержания под стражей. Такое решение принял Ачинский городской суд. Григорьева останется в СИЗО до 6 апреля. Напомню, история кассира наделала много шума. В декабре в полицию обратились банкиры, которые обнаружили пропажу 23 миллионов рублей. В сети появилось видео. На кадрах якобы Григорьева выносила деньги в коробках. Полиция приступила к поискам кассира, но ее исслед простыл. По данным полиции, через несколько дней явиться к следователям Григорьеву уговорила мать. Правда, денег при себе у кассира не было. Сыщикам, по нашей информации, удалось обнаружить в гараже женщины только 2 миллиона рублей. Остальные пропали. Якобы Григорьева заявила, что отдала деньги неким вымогателям. К слову, ее мужа подозревают в подстрекательстве к преступлению. По данным СМИ, супруг проиграл все оставшиеся деньги в карты. Расследование дела продолжается. Росаккредитация приостановила деятельность Центра гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае. Это организация, ведущая в крае экспертный орган, который выдает санитарные заключения на продукты питания, косметику и следует особо опасной инфекции. Многие знакомы с работой Центра, поскольку именно туда нужно приносить клещей, чтобы исследовать их на наличие. Энцефалита, боррелиоза и других заболеваний. И вот теперь аккредитация Центра гигиены и эпидемиологии приостановлена. По данным экспертов, это значит, что организация теперь не сможет выдавать экспертные заключения. На сайте Росаккредитации в качестве причины указано, я цитирую, «несоответствие аккредитованного лица критерием аккредитации, которое выявлено по результатам процедуры подтверждения компетентности аккредитованного лица». Решение об этом принято 30 января. Ранее прокуратура края распространила заявление, что лабораторий вирусологических исследований и особо опасных инфекций Центра охраняла частная компания системы безопасности. При этом ее сотрудник на момент проверки не имел удостоверения охранника. В Центре гигиены пока никак не отреагировали на приостановку аккредитации. Мы будем следить за развитием событий. В Октябрьском районе 8 февраля отключат холодную воду, а в Красноярском крае изменятся правила выплат пособий на детей от 3 до 7 лет. Подробнее об этом мы не только расскажем в рубрике «Новости коротко». Водоканал организует подвоз холодной воды к многоквартирным домам. С 2 до 16.30 по Норильской и Калинина будут курсировать две автоцистерны. Узнать полный список адресов, где отключат холодную воду, а также маршруты подвоза воды можно на сайте tvk6.ru. Сканируйте QR-код, который вы видите на экране, и переходите по ссылке на отдельный материал. Россиянам хотят разрешить любую самооборону при защите своего жилища. С такой инициативой выступили депутаты Госдумы. Накануне они отправили соответствующий законопроект в правительство и Верховный суд страны. Документам предлагается разрешить людям всеми способами защищать себя и своих родных в тех случаях, когда злоумышленник незаконно проникает в дом или квартиру. Парламентарий подчеркивает, что сейчас гражданин, который попадает в такую ситуацию, должен оценивать характер опасности, насилия или угрозы. То есть он ограничен пределами допустимой обороны, в то время как преступники не ограничены ничем. В Красноярском крае изменятся правила выплат пособий на детей от 3 до 7 лет. Об этом рассказали в Министерстве социальной политики региона. Так, при принятии решения о назначении субсидий не будет учитываться арестованное имущество, а также жилье и транспорт, купленные за счет материнского капитала или иных видов субсидий. Кроме того, при формировании размера пособий специалисты не будут заострять внимание на целевых доходах членов семьи. К примеру, на средства, полученные по гранту или социальному контракту. Также в Министерстве подчеркнули, что при повышении прожиточного минимума вырастет и сумма пособий на ребенка. Изменения вступят в СИО с 1 апреля. В Госдуму намерены внести новый закон о похоронном деле. По данным газеты «Ведомости», если его примут, ритуальные агентства должны будут получать лицензии. А сами похороны станут государственной услугой. Также будет создан специальный реестр, в котором будут указаны не только разрешенные агентства, но и цены на их услуги. Прежний закон о похоронном деле был принят в 1996 году и, по мнению депутатов, безнадежно устарел. Это позволяет предпринимателям завышать цены и предоставлять некачественные услуги по захоронению. Вы смотрите новости ТВК. Наш телефон 200-0065. И мы продолжаем выпуск. Бессменный ведущий клуба веселых и находчивых уступит свое место Дмитрию Нагиеву. Правда, на время. О новом ведущем КВН рассказал актер и сценарист Денис Костяков на своем YouTube-канале. Речь о первых играх нового сезона. Все дело в том, что Александр Масляков повторно заболел коронавирусом в преддверии съемок 1-8 финала. Тот факт, что первые игры сезона пройдут без него в официальном аккаунте игры, в Инстаграме ранее подтвердил и сам Масляков-старший. Однако, кто именно займет его место, не уточнил. Ковид второй раз подкрадывается ко мне и мне говорят, что надо какое-то время посидеть дома. Но КВН не может, игра не может быть без ведущего. Поэтому на первых играх «Что меня нет» мы будем приглашать известных КВНщиков или людей не чужих нашей игре, нашей передачи и посмотрим, у кого как с ведением сложится. Съемки 1-8 финала запланированы на середину февраля. Этот сезон станет 61-м в истории юмористической игры. Отмечу, ведущий Александр Масляков не пропустил ни одной игры высшей лиги с 1964 года. В прошлом году в интервью ТАСС он заявил, что уже давно подумывает о заслуженном отдыхе, но беспокоится, что не сможет наблюдать за делом своей жизни со стороны. Звериная демократия не удалась. В Новосибирске разразился настоящий скандал вокруг голосования за символ новогодней столицы. Им должен был стать один из питомцев местного зоопарка, однако в процесс народного голосования вмешались депутаты и блогеры города, а затем и всей страны. Все началось с того, что Новосибирск получил статус новогодней столицы в 2022 году. Городской зоопарк этому событию предложил определить животное, которое станет праздничным символом. В выборах участвовали Манул Айша, Рангутан Бату, Амурский Тигр Макс, Снежный Барс Саян и Белый Медвежонок Шилка. Ближе к финалу лидером стал Манул, однако Рангутан Бату стал резко набирать голоса. Выяснилось, что голосовать за примата призвал местный депутат Сергей Бойко, а затем к нему присоединились и другие коллеги, народные избранники и блогеры. Отдать свой голос за Бату призвал также тревел-блогер Илья Варламов. Бату – кандидат от народа, но единороссы хотят протащить медвежонка, написал он в своем телеграм-канале на 200 тысяч подписчиков. В итоге Тайга-Инфо без ссылок на источники написала, что за судьбой звериных выборов стали следить в администрации президента. Однако зоопарк решил вовсе отменить голосование, извинившись перед своими питомцами, что те стали участниками фарса. По последним данным сайта голосования, перед его закрытием лидировал Оренгутан Бату. Учительницу из Санкт-Петербурга вынудили уволиться из-за того, что та читала стихи Даниила Хармса и Александра Веденского школьника. Об этом инциденте Серафима Сопрыкина, так зовут педагога, рассказала о новой газете. По словам учителя, 80-летняя директор школы вызвала ее на разговор, в котором назвала писателей пособниками фашистов и врагами народа, а затем, как рассказывает девушка, с пугающей искаженным гневом лицом приказала уволиться. Сопрыкина в итоге уволилась, несмотря на то, что урок был согласован с руководством школы. Зауч лично присутствовал на чтении стихов Хармса и Веденского, однако, директриса настаивала, что писатели были заслуженно схвачены НКВД и замучены за свои преступления. Сложившуюся ситуацию молодой педагог назвала новым 37-м, который на шаг ближе к нам и нашим детям. Сегодня героиней рубрики Натальи Кечиной, дорогие мои земляки, стала заслуженная артистка России, прима музыкального театра Валентина Литвина. Я рад вам представить Литвинову Валентину, новая солистка Театра музыкальной комедии. 2001 год. Ведущий «Нового утра» даже путает фамилию новой солистки. Ведь это первое появление на экране, ставшей потом примой музыкального театра Валентины Литвиной, приглашенной в наш театр из Железногорска. О том, что она будет блистать на сцене, это было без вариантов с рождения. Выражение «петь начала раньше, чем ходить» – это как раз про нее. Я родилась, она под гимн Советского Союза в 6 часов утра с музыкой тебя встретила. И действительно, может быть, какое-то, не знаю, проведение. Ну, потому что, ну, правда, после школы, как поступать, в Брянском музыкальном училище, открывается вокальное отделение. Его не было. Мы первый выпуск. А потом консерватория и разные филармонии. Карьеру на каком-то этапе омрачили пресловутые 90-е, когда работали вообще бесплатно. И надо понимать, что ей не только нужно было думать о хлебе насущном для себя и ребенка. Актриса ведь не имеет права выходить на сцену в джинсах. И все ее наряды такие, чтобы, ах, она, представьте себе, придумывала и шила сама. А чтобы получить заветную ткань для наряда, у нее неожиданно случился бартер с бизнесменами. Мужчины только что стали, вот они, новоиспеченные эти бизнесмены. Один продает, не понимает, что продает. Другой покупает, не понимает, не разбирается в этих тканях, ничего. И такое решение было принято, что мы полагаемся на твой вкус. Вот как ты скажешь. И моя задача была буквально пальцем показывать. И действительно, оно расхватывалось просто вот в два дня в момент. И мне было позволено от каждого этого, как это, тюка, как он называется, чикать себе, значит, на концертное платье. Там минимум на концертное платье, минимум 5 метров. Будя Валентина Ивановна может отыграться, или точнее отпеться, так это за границей, где исполняет серьезнейшие классические оперные произведения. Она была на гастролях в 13 странах. И везде аншлаг. И везде новый репертуар. И самое удивительное, поет-то она на 13 языках. За два месяца основательно начинаю учить язык страны. Сейчас у меня программа французская предстоит, под небом Парижа называется. Будет называться, если все случится. Я, естественно, учу французский язык с нуля. Французский язык, потому что французская программа у меня никогда еще не была. Это впервые. Заслуженная артистка России любит готовить, но и любая домашняя работа ей не чужда. Но когда у Литвиной предстоит серьезное выступление с вопросом, а есть ли у нас что-нибудь перекусить, лезть к ней бессмысленно. Тогда, как выражается сын, мама его включает звезду. И даже передвигается по квартире грациозно, как по сцене. Когда у меня премьера сольной программы, я не могу бытовыми какими-то вещами заниматься. Надо сосредоточиться, собрать мысли. Вся ты должна уже там быть. С утра проснулся и все. Ты не можешь себя распылять на какие-то бытовые стирки, уборки. И как бы нужно в себя немножко уйти. И они знают и муж, и сын. С мужем Александром Артемовичем они вместе почти 40 лет, что для творческих пар – редкость. Супруг работает тоже в музыкальном театре заместителем директора. Что до единственного сына Антона, он, несмотря на то, что обладает врожденным музыкальным слухом и голосом, не пошел по маминой стезе. Но именно из-за сына у его прославленной мамы с ее многолетним сценическим опытом, умением брать самые высокие ноты, первый раз в жизни предательски сорвался голос. И она заплакала на свадьбе. Я два слова сказала, у меня здесь комбор, я не могу говорить. Я так не ожидала от себя, что все-таки мы публичные люди, как-то все-таки я веду свои концерты. А здесь я разволновалась, вот это вот материнское. Я понимаю, что человек, как бы мой сын, он как-то вот уходит от меня. Вот все, я теряю контроль над ним и вообще власть. Конечно, за всю деятельность у Валентины Литовиной появились и свои поклонники, которые просто задаривают цветами или вот такими милыми подарочками. Но самый неожиданный в ее жизни подарок был торжественно презентован ей в Монголии. Мне дарят самый дорогой подарок, который только может быть в Монголии. Это когда тебе вот со всего уважения дарят коня. Ну, это как вот какой-то там BMW, не знаю, какую машину подарить. Я говорю, вы знаете, у меня квартира на седьмом этаже на балкон, он у меня не поместится. Не поместится. Ничего мы Кобзону тоже дарили. Не знаю, куда Кобзон окон делся. Но, в общем, решили, что он будет там у них в каком-то особом табуне. И когда у них скачки проходят, то это будет конь скакать с Валентиной Литвиной. Я думаю, спасибо. Надеюсь, он как-то добежит и не подкачает ни последней. Как у всякого талантливого человека, у Валентины Ивановны талантов много. Но она уверена, как бы ни сложилась ее жизнь, при любом раскладе, музыка была бы в ней всегда. Потому что это судьба. От нее, как известно, не убежишь. Все равно бы я осталась в музыке, все равно я бы никуда не ушла от этого. Потому что это было невозможно. Ну, что-то, не знаю, какой-то бы уровень был совершенно другой. Ну, не знаю, в деревне какой-нибудь. Где-то. То есть ангелы музыки, я считаю, помогли. Потому что и дирижер такой весь одержимый. Он композитор, и композитор, и дирижер в музыке весь. И мои спасибо им, ангелы музыки, что они позволили. Наталья Кичина, Владимир Антонов, новости ТВК. На сегодня это все новости. Если вы пропустили или не сначала смотрели этот выпуск, то можете увидеть его на нашем YouTube-канале. Подписывайтесь на нас во всех социальных сетях. И помните, что ТВК – это не только ТВ. Редактор субтитров А.Семкин